Соблюдение прав ребенка на охрану здоровья и медицинскую помощь, образование и социальное обеспечение, отдых и оздоровление. Эти и многие другие неотъемлемые права детей Нинецкого округа находятся под контролем уполномоченного по правам ребенка в НАО Риммы Галушиной. Доклад о своей деятельности в сфере соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка в 2016 году детский омбудсмен представил на сессии регионального парламента. Из всех существующих форм работы детского омбудсмена наиболее эффективной Римма Галушина считает обращения граждан. Именно в них жители региона, как правило, сообщают о конкретных ситуациях, в которых нарушаются права ребенка. Так, в прошлом году в адрес уполномоченного граждане обращали 153 раза. Нарушение прав детей было установлено в 56 случаях. В результате обращений граждан детский омбудсмен посетила семьи Индиги, Каратайки, Красного, Оксина, Нельминого носа, Тельвиски, Харуты и Великовисочного. Лидером по количеству обращений по-прежнему остается сфера образования. Жительница одного из населенных пунктов сообщила, что ребенок не получает необходимой помощи специалистов дошкольного учреждения. Из ответа руководителя на мой запрос следовало, что специальных условий с учетом индивидуальных особенностей ребенка не создано. Не организованы коррекционные работы с ребенком, социально-психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка. Таким образом, было нарушено право ребенка на получение образования в соответствии с его особенностями развития. Считаю, что профильному департаменту необходимо разработать систему мониторинга качества дошкольного образования. Вопросы инклюзии остаются и в школе. Прежде всего, они связаны с кадровым обеспечением. По итогам обращений, Римма Галушина рекомендует профильному департаменту принять исчерпывающие меры по кадровому обеспечению инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и в общеобразовательных организациях. Особое внимание у полномоченного было обращено и на соблюдение прав детей на отдых и оздоровление. С проверкой Римма Галушина посетила санаторий «Искра», где пребывали дети из Ненинской школы имени Пырерки. Условия для отдыха и оздоровления были созданы хорошие, но отсутствовал контроль посещения детьми оздоровительных процедур. Кроме того, возникли проблемы с самовольными уходами детей из-за неисправности ограждения территории. Воспитанники детского дома отдыхали в Ивановской области. Замечательный отдых был обращен тем, что в результате сокрытия сотрудниками пансионата случаев инфекционного заболевания «Девять детей по приезду в Наринмар были госпитализированы в инфекционное отделение окружной больницы». Чтобы избежать подобных случаев в будущем, Римма Галушина рекомендовала тщательно проверять лагеря, изучая условия размещения и безопасность пребывания детей, а также проводить профессиональный отбор специалистов из числа педагогов, медицинских работников, сопровождающих детей на отдых за пределы региона. Проблемным вопросом Римма Галушина обозначила вопрос качественного образования детей, принадлежащих к этническим группам. На протяжении нескольких лет не реализуется право на образование для некоторых детей, чьи родители работают в ленивоческих хозяйствах. Департаментом образования, культуры и спорта проработан вопрос организации очно-заочного обучения. В 2016 году договоры были заключены с родителями 19 школьников. Численность необучающихся детей составляет 13 человек. Так, в нарушении части 1 статьи 67 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, девочка приступила к учебе в 9-летнем возрасте. По информации, полученной от родителей, ребенок в течение двух лет не вывозился с места кочевья в школу. В связи с этим следует обратить внимание на недостаточное взаимодействие всех должностных лиц, участвующих в организации вывоза детей к месту учебы. Особое внимание детского омбудсмена обращено на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Согласно национальной стратегии действий в интересах детей, в 2017 году доля по увеличению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, должна достигнуть 90%. В Ленинском округе на учете органов опеки состоят 315 детей. 242 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживают в семьях, что составляет 77% от общего числа. Во многом положительная динамика устройства детей в замещающие семьи обусловлена действующей в регионе системой материальной поддержки семей, принимающих детей на воспитание и пропагандой семейного устройства. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, отметила Римма Галушина. Поэтому важнейшей задачей детский омбудсмен считает профилактику социального сиротства в населенных пунктах округа, а также работу всех заинтересованных сторон по возвращению детей в кровные семьи. По итогам ежегодного доклада уполномоченного свои рекомендации дал и глава региона Игорь Кошин. У меня есть предложение. Давайте на базе собрания депутатов сделаем рабочую группу совместно с уполномоченным. От нас войдут по два представителя от профильных департаментов. Выработаем рекомендации по устранению тех замечаний, которые прозвучали. Потому что на самом деле в рекомендациях прозвучало обратить внимание, нацелить, направить, углубить. Мы давайте выработаем конкретные рекомендации органов власти. Потому что нам по части вопросов надо будет вносить поправки в наше законодательство. И надо будет смотреть по перераспределению внутри департамента бюджетных средств. Потому что у нас получается, мы сегодня тратим на образование 4,5 миллиарда рублей, на социальную защиту 2,5 миллиарда рублей. Имеем такие проблемы. Рабочую группу возглавит детский омбудсмен Римма Галушина. А 22 июня к следующей сессии собрания депутатов уже должны быть сформированы конкретные предложения рабочей группы, добавил глава региона.